Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». Наши режиссёры Мария Сунхалырова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии дорогие гости, которых я сейчас попрошу представиться. Пожалуйста, начнём, наверное, Андрей Александрович с вас. Ну, заместитель министра по делам молодёжи, социальным коммуникациям Андрей Александрович Сосновский, и плюс я ещё федеральный эксперт Росмолодёжи. Спасибо. Наталья Альбертовна Кашперская, член общественного зампредседателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия и член Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо. Валентина Ивановна Кириллина, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия и заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию, нашли время, такие все красивые, яркие. говорить. Сегодня я предлагаю о каких-то значимых проектах прошлого года, немножечко, может быть, подбить какие-то итоги еще, время позволяет, и рассказать о тех проектах и мероприятиях важных, которые, возможно, стартуют или продолжатся в 2024 году. Андрей Александрович, наверное, тоже начнем с вас. Да, давайте. На самом деле, прошлый год был очень насыщенный на события. У нас традиционно уже в прошлом году и ежегодно у нас проходит гражданский форум с 2010 года в республике Саха-Якутия. И у нас весной он прошел, получается, в этой весной также состоится гражданский форум 13-14 марта, куда мы всех приглашаем и очень хотим, чтобы подошли активные граждане, неравнодушные, которым есть что сказать и будет интересно послушать, потому что мы очень готовим много площадок по актуальным тематикам. Вы все понимаете, что у нас в этом году год семьи объявлен президентом России, и также в республике главой объявлен год детства. Это, естественно, все найдет отражение в предстоящем гражданском форуме. Также у нас в прошлом году, в августе, прошло событие такое большое, как форум сообщества. Тут тоже можно сказать, что, во-первых, это второй раз у нас в республике собрались все федеральные эксперты со всего Дальнего Востока. И в целом у нас было более 230 гостей с других регионов. Была большая делегация, ну, естественно, с Москвы, с Крыма даже люди были, с регионов Дальнего Востока были большие делегации, с Челябинска была большая делегация. И на самом деле более полутора тысяч подключений было по республике, и участников более тысячи, что на самом деле говорит о большом охвате. Тем более, если вы все помните, август, как правило, такой немного мертвый сезон, когда у всех отпуска, сенокосы и другие, скажем так, дела. Вот. Ну и на самом деле у нас есть чем гордиться. Каждый год у нас очень активные наши общественники подают, участвуют в различных конкурсах. У нас были победители и в рамках съезда ассоциации ТОС, наше территориальное общественное самоуправление. У нас были большие достижения по грантам главы, рекордное количество заявок и участников. И, естественно, у нас фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив. Также у нас были замечательные фестивали музыкальные, общественные. И отдельно хочется отметить инициативу наших общественников. Это десанты по районам, которые состоялись в августе, также и в сентябре, когда у нас наша филармония, также наши представители НКО, ресурсные центры соорганизовались, вместе проехались по восьми районам республики, подняли, скажем так, население, провели интересные мастер-классы. Они ориентировались на запросы населения. И, на самом деле, отрадно было видеть обратную реакцию, когда шел такой позитив, позитивная волна была. Ну, в этом году, естественно, это все продолжится. Ну, об этом мы, наверное, уже во втором блоке более подробно поговорим. Вот. Ну, если вот коротко, широкими мазками, то в целом так. Я думаю, мои коллеги меня дополнят. Да, спасибо. В нашу студию и в прошлом году, и в этом году приходили люди, которые говорили о своих проектах, о каких-то интересных идеях и всегда отмечали вашу поддержку и возможность получения гранта, который дает вот такую реализацию, возможность реализовать свой проект. Наталья, у вас есть проект, который начался в 2023 году и продолжится в 2024. И это тоже про грант, да? Нет, это совсем история не про грант. А, не про грант. Расскажите. Я продолжаю линию заместителя министра молодежи. Конечно, хочу сказать о том, что проблемы, актуальные темы поднимаются всегда. Вот это то, что называется «рука на пульсе», да? И формируется повестка гражданских форумов. Она не просто так, не потому что нам это захотелось, потому что, ну, время расставляет свои акценты. И вот я точно знаю, что секция, которая будет, одна из секций, которая будет заявлена в рамках этого гражданского форума февральского, она будет посвящена вопросам патриотизма. Не просто так, не случайно, время нам диктуют это. Назвали мы ее условно «грани патриотизма». И, конечно, мы приглашаем всех, кому эта тема интересна, кто хочет высказать свою точку зрения, пользуясь возможностью, приглашаю всех именно на эту секцию, потому что я являюсь ее модератором. То есть у нас очень много таких пересечений. Я работаю в Высшей школе инновационного менеджмента, помимо того, что я занимаюсь общественной работой. И у нас появился в прошлом году проект «Задубка», в котором мы рассматриваем интересные управленческие технологии, которые возникают не на пустом месте, а потому что так требуют время и так хотят люди. То есть это управление по потребностям, по потребностям населения. И вот мы решили посмотреть вокруг и обнаружили большое количество патриотов, тех людей, о которых никто не говорит, и о которых нигде особо не пишут. По телевизору их не показывают, но тем не менее эти люди, не претендуя на то, чтобы быть героями, они продолжают совершать какие-то серьезные поступки. Например, скажи, расскажите. Например, сейчас расскажу. Вот, например, первая героиня этого проекта, мы стартанули в октябре прошлого года, это Табара Билан, 72-летняя жительница города Якутска, которая на протяжении более чем 20 лет, живя в пятиэтажном доме, высаживает цветы и саженцы, совершенно не требуя ни от кого никаких наград, никаких почестей, и держит свой участок в идеальном совершенно состоянии. Но кроме этого, она делает ростовых фигур, например, 15 союзных республик. Я видела, да, вот в соцсетях. Вот вы видели, понимаете, да, потому что мы ее подсветили, мы о ней рассказали, она пришла к нам и говорит, я родилась вообще в другой союзной республике, я сюда приехала по распределению, считаю Якутию своим домом, умею играть на хамусе, и вообще вот, вообще все здорово. Вот такие люди, да, их много, и поэтому мы хотим, чтобы вот при таких героях мы узнали все, их очень много, и поэтому проект называется «Свои». То есть это действительно те люди, которые не требуют ничего взамен, но мы, как управленцы, мы не хотим, чтобы они остались в тени своих подвигов. Поэтому рассказываем о них. Потом сейчас тенденция этого времени, к сожалению, очень многие столкнулись с проблемой, да, с проблемами различными, и решить их в одиночестве, в одиночку, очень сложно бывает, поэтому требуется какое-то единение. И вот у нас много патриотов-волонтеров, волонтерский центр, там каждый человек, это история. А какие проблемы? Мы про них рассказываем. Люди оставляют, ну, нехватка, например, маскировочных сетей, и люди понимают, что я оставлю свою работу, я уйду в годичный отпуск, и как на работу буду ходить, наш Никитс 10, и там очень возрастные люди, очень приятные в общении, которые шьют одежду для наших мальчиков, для наших мужчин, которые на передовой. То есть это целая жизнь. Вот я тоже призываю всех обратить внимание на эту сторону нашей жизни, это запрос времени, это герои, это действительно герои, я их воспринимаю именно так. Вот, это большое количество людей, молодые люди, да, молодые девочки, с которыми я познакомилась совершенно случайно, они на протяжении нескольких лет помогают детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, которые воспитываются, ну, в детдомах. И они им оплачивают из своих скромных заработных плат, например, возможность заниматься кружками по своей инициативе. Они рассказали об этом, и на мой вопрос, сколько вы тратите денег из своего бюджета, они сказали, ну, примерно 100 тысяч в год. То есть один человек, начинающий специалист, он может себе это позволить, потому что мимо этого пройти, этой беды он пройти не может. Разве это не патриотизм? Это тоже патриотизм. Поэтому вот о таких героях мы рассказываем. У нас в прошлом году уже 15 историй вышло, по итогам этого года выйдет еще 50. И мы в конце года планируем сделать собрание, то есть это печатный продукт будет, собрание историй о героях великой страны. То есть это действительно те люди, которые рядом с нами живут, и поэтому сейчас, имея возможность, надеюсь, нас слышит большая аудитория, я обращаюсь ко всем. Если вы посмотрите вокруг и увидите ярких патриотов, расскажите о них, приходите к нам, я вам сейчас дам свой номер телефона, запишите его, вы можете в WhatsApp написать эту историю или сказать, Наталья, давайте созвонимся, я вам расскажу классную историю про своего соседа. И я с удовольствием ее выслушаю. Мой номер телефона 8-914-224-69-95. Вот. Очень жду ваших сообщений, и я вас уверяю, что мир станет лучше, если мы с вами объединимся и расскажем про таких замечательных патриотов. Это поддержка мэрии, поддержка государства, потому что вам грант не нужен на такой проект. Этот проект реализуется совместно общественной палатой нашей республики, и в качестве людей, которые рассказывают о патриотах, приходят члены общественной палаты, мои коллеги. Вот на ближайший проект, который мы будем снимать буквально на днях 14 февраля, мы пригласили, например, Валентину Ивановну. Она придет и будет рассказывать о том человеке, которого она считает патриотом. Понимаете? Вот. И кроме этого Высшая школа инновационного менеджмента, это управленческие технологии, это тоже очень важный аспект, она нам помогает реализовывать этот проект. Вот на стыке двух этих учреждений мы реализуем такую славную инициативу. Я вам тоже напишу, потому что у меня тоже есть о ком рассказать. Приходите, Светлана, будем очень рады вас видеть. Ну, можно же написать, да? Или вы имя имя... Да, вы пишете, а мы вас потом зовем. На форум, помните это. И на форум зовем, и на проект мы его снимаем, это телекоммуникационный проект. Вы приходите, рассказываете, приводим вашего человека, героя, о котором вы хотите рассказать. Он может прийти с группой поддержки. Это вы уже сами на него выходите? Конечно, договариваемся. А вы приходите просто рассказать о нем, как эксперт. Ой, так интересно. Да, такой вот интересный проект, да, всем миром, что называется. А на форум вы приглашаете в какое время? А на форум мы приглашаем всех 13-го. 13-го, 14-го марта. 14-го у нас будет после обеда традиционно пленарная часть большая, естественно, а 13-го у нас работа будет с 6-ти секций. Пока 6-ти. Да. Возможно, мы разрастемся еще и до 8-ми. Ну, пока посмотрим. А вы потом вот как-то обратную связь получаете от тех людей, которые приходят вот на ваш форум? Он же уже традиционный, животный. Да, он традиционный. Что они говорят? Что для них меняется после того, как они вот приходят на такое живое общение? Ну, на самом деле, очень разнопланово можно сказать, что есть площадки, где можно моментально получить обратную реакцию. То есть я был сам участником многих площадок, и когда люди между собой соединяются, коммуницируют, обмениваются мнениями, и там же на площадке вырабатывают какие-то решения. Так у нас было, например, по площадке, по эффективному управлению и ЕСЖ, это была прошлогодняя площадка, вот, два года тому назад, там тут же родилось сообщество, которое соединило общественников и бизнес. Вот. Были, которые, долгосрочные решения. Например, у нас площадка по территориальным, по муниципальным образованиям и территориям, там родилась идея поддержки вот как раз территориальных общественных самоуправлений. Но это была долгая идея, но она все нормализована была. И есть те идеи, которые, естественно, уже более долгосрочные, которые вложатся в итоговый документ, и там уже там срок реализации год, три года, пять лет, там, смотря на сколько это глобальная миссия. Ну, вот так вот. Наталья, у нас остается не так много до конца первого блока. Вдруг вы что-то еще хотите сказать относительно вашего проекта? Ну, я еще раз просто хочу поблагодарить всех, кто сейчас находится у экранов и радио ТОТИК, и приглашаю всех включиться в наш проект, потому что он народный, абсолютно точно, не нужно проходить никакие отборы, мы абсолютно можем рассказать любую историю, лишь бы она была патриотической направленности. Причем мы воспринимаем патриотизм, это как объединение людей, которые делают нашу Якутию, а значит и страну, сильнее. Поэтому я свой номер телефона с вашего позволения еще раз повторю. Ватсап пишите, рада буду ответить на любой ваш вопрос. 8-914-224-69-95. Или меня можно найти также ВКонтакте. Кстати, ВКонтакте на странице выложены все истории, которые мы уже сняли, все 15 историй, вы можете посмотреть их, посмотреть формат, как это происходит, и, может быть, снять какую-то тревогу ложную, которая, возможно, возникла сейчас у вас. Поэтому смотрите и жду. Спасибо большое. Я с удовольствием внимание уделю этому проекту. Мне очень понравилось. Тем более, есть о ком рассказать в нашем городе. Много таких людей. Валентина Ивановна, несколько слов скажите о том, какие мероприятия, может быть, вы запомнили в 2023 году, и, может быть, чуть-чуть приоткроем завесу на 2024 год и речь о профсоюзных мероприятиях, женские профсоюзы. Можно и профсоюзные, можно и по общественной палате. Пожалуйста. Так что я думаю, что прошедший 2023 год для каждого из нас, даже сидящих за этим столом, был очень знаменателен тем, что был объявлен главой нашей республики годом труда. Действительно, в этот год было очень много интересного. Не только для профсоюза, в целом, для всей республики, для всех, кто сегодня считает себя тружеником, каждый человек, который работает, и самое важное то, что вот в этот год большое внимание было уделено тому, чтобы каждый человек труда, независимо от того, где он работает, кем работает, действительно почувствовал, что его труд ценится. Это очень многого стоит. Если вот прежние времена, ну, как бы, скажем, каждый вот многие годы добросовестно работает на своем рабочем месте и как бы выполняет каждый день вот свою работу, но он работал и работал. И как будто никому до него не было дела, да. А вот в этот год действительно все трудовые коллективы, в целом, и министерства, и ведомства, исполнительная власть, законодательная власть, очень много внимания обратили к этой теме. И самое для нас, вот для, как профсоюзов, важно то, что в течение этого года решались многие вопросы для улучшения условий жизни человека труда. Это, во-первых, самое главное для нас, для всех. это заработная плата. В этом направлении были приняты конкретные меры, и люди почувствовали, что действительно зарплата повышается. И в этом направлении, конечно, профсоюзам стоило направить очень много усилий для того, чтобы убедить власти о том, что это необходимо. Потому что это действительно деньги, а когда бюджет, скажем, верстается, уже утвержден в течение года, конечно же, тут сложновато. Но тем не менее, эти моменты были. Ну и потом, конечно же, каждый трудовой коллектив в течение года имел свой план работы для того, чтобы в течение года, в год труда, действительно, обратить внимание на всех своих работающих. если раньше, ну как бы план работы шел и так далее, создавались конкретные условия, изучались вот места работы, как работается, как организовано, и вообще в целом, как вот люди-труженики с семьями, с детьми на сегодняшний день себя как чувствуют. Это тоже очень большая работа. И вот один из важных моментов, на который я хотела бы обратить, то, что вот глава республики учредил впервые, мне кажется, даже в Российской Федерации, вот премию «Человек труда». Простое название. «Человек труда». Премия. И вот в течение года все отрасли вносили свои кандидатуры для того, чтобы вот действительно их работник был отмечен этой премией. И вот когда это решение было принято, вот 50 самых лучших тружеников со всех отраслей вот экономики нашей республики были представлены, действительно радостно было видеть, потому что там руководителей, вот я лично не увидела ни одного, это были простые рядовые работники. Начиная, скажем, медицинского брата, там, врача, воспитателя, дворника, ну, дворника, я не помню, но вот простых рабочих людей, которые получили впервые такую высокую оценку своего труда и получили премию в размере 300 тысяч рублей. И вот когда я об этом рассказывала на первом Всероссийском форуме трудящихся женщин, который проходил 3-5 сентября в городе Москве по линии Федерации Независимых Профсоюзов России, все подруги, которые приехали со многих, многих регионов Российской Федерации, очень удивились, что оказывается, вот принимаются такие меры для того, чтобы каждый человек почувствовал себя действительно тружеником, который вносит в свою лепту для того, чтобы его родина, его республика, его район действительно процветал. Это, видимо, здорово. Так что, ну, много-много можно говорить о годе труда, но и в целом, вот, то, что год педагога и наставника тоже многое нам дало, вот, например, для профсоюза по наставничеству, вот, по линии нашей Федерации независимых профсоюзов России тоже были принять конкретные меры для того, чтобы мы в своих, вот, через свои первичные профсоюзные организации в этом направлении тоже работали. Но если говорить об Общественной палате, по итогам года, вот, тем, как бы, членам Общественной палаты, которые уже несколько созывов работают в составе Общественной палаты, тоже были вручены такие знаки о том, что вот лучший наставник. И нам было приятно получить вот такую оценку своей деятельности. приятно, что и ваш труд отметили. Мы через короткие 4 минуты продолжим говорить об интересных проектах и мероприятиях 2024 года. Уже останемся с двумя гостями. Наталья, спасибо. Слушатели, зрители, оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир и продолжаем говорить о интересных мероприятиях и проектах 2024 года, ну и подводим еще итоги 2023 года с моими гостями Андреем Сосновским и Валентиной Кирилиной. Пожалуйста, Валентина Ивановна, мы прервали вас немножко из рекламы. Продолжайте. Спасибо. Ну, в целом, если говорить по 2023 году по Общественной палате, это, конечно, одним из важных направлений работы за прошедший 2023 год я хотела бы обозначить Организацию Общественного Наблюдения во время выборов. И 2023 год действительно был очень важным годом в этом отношении. Мы готовились к выборам главы Республики Саха-Якутия, восьми глав муниципальных образований и в отдельных поселениях, муниципальных образованиях тоже избирались главы, избирали советы, так что очень большая выборная кампания прошла в 2023 году. И, само собой, начиная с начала 2023 года Общественная палата, как и предыдущие годы, начала очень такую системную большую работу. А вообще-то, начиная с 2018 года, более, скажем, активно мы начали эту работу и вот с учетом того опыта, который был наработан за предыдущие годы, мне кажется, нам было уже легче организовать эту работу. Самое главное в этой работе то, что нам необходимо было набрать общественных наблюдателей для всех участковых избирательных комиссий нашей Республики. И всего начиная вот с февраля месяца по лето 2023 года мы набрали 2100 общественных наблюдателей, которыми, скажем, обеспечили общественные наблюдения во всех избирательных комиссиях. Это очень большая команда, но для того, чтобы действительно общественные наблюдения проводилось грамотно, начиная уже с марта месяца общественная палата с выездом во многие муниципальные образования начала обучение всех общественных наблюдателей. Конечно же, финансовые вопросы и транспортная схема не позволила охватить все голосы, особенно северные, но тем не менее по онлайн-связи обучение всех общественных наблюдателей было организовано. И благодаря тому, что Общественная палата Российской Федерации регулярно этим занимается и проводит обучение наших преподавателей, которые обучают наших общественных наблюдателей. В прошлом году и в Иркутске такое обучение было проведено, и в Москве было проведено. И, конечно же, те новшества, которые вводились своевременно, потом вводились в обучение наших общественных наблюдателей. и те общественные наблюдатели, которые в течение трех дней в сентябре месяце работали, действительно отработали полностью, мне кажется, на совесть, потому что больших и даже каких-то таких нарушений не было. И потому мы считаем, что общественное наблюдение на осенних выборах было обеспечено полностью. И в этом году действительно также предстоит нам очень большая работа в связи с выборами президента Российской Федерации. Эту работу мы уже начали, и вот на начало февраля месяца мы должны были полностью в этом году набрать 2316 общественных наблюдателей. Это очень большая цифра. Почему стало больше? Потому что мы хотим на выборах президента Российской Федерации, чтобы на каждом избирательном участке наших общественных наблюдателей было не меньше двух, а желательно конечно по трое. И в течение трех дней тоже вот они могли бы проводить общественные наблюдения. А обучение конечно мы уже начинаем, это будут и выезды муниципальные образования во многие, ну и будут конечно онлайн обучения и те преподаватели, которые сегодня нами подготовлены, вот как я уже отметила с выездами в другие города, вот когда общественная палата Российской Федерации проводит обучение, конечно же в этом году также мы постараемся, чтобы наши общественные наблюдатели действительно зная законодательство, выборное законодательство, грамотно, спокойно могли бы проводить общественные наблюдения. Для нас было приятно вот осенью, когда общественные наблюдения в городе, например, в городе Якутске проводилось, наши члены штаба выезжали в участковые избирательные комиссии, например, вот мы выезжали в шесть участковых избирательных комиссий, видели, вот наши общественные наблюдатели спокойно находятся на участковых комиссиях, и участковые комиссии совершенно спокойно с ними как бы у них не было никаких недоразумений или недомолкок, потому что наши наблюдатели, они были подготовлены и знали, когда, где, как реагировать. А если не было нарушений ни с той стороны, ни со стороны участковой избирательной комиссии, ну и со стороны, скажем, претензий избирателей не было, конечно же, все в целом было нормально. Так что я уверена, что и в этом году мы справимся. Спасибо вам большое. У нас есть звонок от нашего слушателя или зрителя. Вы наушники, пожалуйста, так приложите или наденьте, как удобно. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. А, Светлана? Валерий Иванович, здравствуйте, рада вас слышать, наш постоянный слушатель. А, я вас слышу, рада, Светлана. Опять, Светлана, вы попали в десятку. Гости-то студии уникальные люди, вот, особенно Наталья. Огромный мне привет, Наталье, за ее проект. Мне понравился ее проект. Такого проекта вообще не было. Это правда. Уникальнейший проект. Уникальнейший. Обязательно передай. А, простых людей, вот, героев, пожалуйста, из простой нашей среды вот так выбрать людей, которые занимаются патриотизмом и героизмом. Очень много таких людей. Я, как след общественного совета, член общественного совета, вот, вижу, люди хотят и на деревья не попасть, люди хотят и по радио уступить. А вот Натальин проект очень хороший. Просто так звонишь, пишешь и попадаешь и общаешься. Живое общение. Наталья еще раз, очень хорошая. Светлана, а ты подобрала замечательных людей и замечательные проекты. Валерий Иванович, можно еще раз телефон Натальи? Да, вот как раз я хотела сказать, что вы тоже можете ей написать. А я вот и хотел номер телефона повторить, пожалуйста. 8-914-224-69-95. Спасибо большое. Это о проекте свои. Любой житель нашего города, республики может рассказать о том человеке, которого он считает патриотом, написать по этому телефону Наталье Кашперской, Наталье Альбертовне, и затем он может приехать в общественную палату, да? Нет, вот Наталья Альбертовна, потом они организуют созвоняться, потом уточнят кто, и потом пригласят, и уже будут говорить. Да, и уже будет съемка. Да. Будет съемка об этом человеке, его пригласят, пригласят того, кто может о нем рассказать, и потом еще будет печатное издание об этом обо всем. Да, по итогам года будет. Да, и будет еще, получается, фильм об этом, обо всем. Очень круто. Все это останется в истории, в памяти. И еще на эту тему можно будет пообщаться, на тему этого проекта, на форуме, который пройдет, да, 13-14 марта. Об этом подробнее вы можете узнать, заходя на сайт Министерства молодежи. Общественная палата республики, естественно, ну и анонсы отдельно мы, конечно, будем выкладывать. Да, спасибо большое. Валерий Иванович, вам огромное спасибо за организацию сегодняшнего эфира. Я хочу поблагодарить Андрея Александровича Сосновского. Это он меня так отлично сориентировал, он таких хороших гостей, замечательных людей, абсолютно согласна. Спасибо большое. Как раз заговорили мы про хорошие проекты и у наших горожан, у жителей нашей республики идей очень много. Какие, на ваш взгляд, самые актуальные? И давайте, может быть, расскажем о том, кто может подать заявку на грант, чтобы его проект смог реализоваться в жизни. Давайте, да, поговорим. Тем более, сейчас есть действующие конкурсы. Сразу быстро в календаре пробегусь. До 20 февраля можно подать заявку в президентский фонд культурных инициатив. Проекты по креативной экономике, по культуре участвуют все, даже индивидуальные предприниматели, кроме казенных учреждений. С 1 по весь февраль у нас идёт фонд президентских грантов. Там только НКО. Проекты в основном социальные, патриотические и культурные, ну, в меньшей степени. Ну, и гранты главы республики, наш флагманский проект, мы планируем его проводить в апреле. Вот, пока не могу сказать, скажем так, всех подробностей, но могу порадовать. Возвращаясь к тому, что у нас всегда рекордное количество заявок, и количество заявок у нас растёт, и 414 заявок было подано в прошлом году, это большой объём, и, к сожалению, 103 заявки было отклонено по налогам. Сейчас такого не будет. То есть, у нас с вами появились возможности изменения законодательства, когда допускается небольшой, но налоговый, но люфт налоговой задолженности. Поэтому, если у вас небольшая налоговая задолженность, вы можете попасть на экспертную оценку. То есть, не будете отклонены. также мы говорим, и, во-первых, спасибо большое вам, что вы всегда приглашаете нас, про информационную открытость. Можно зайти на портал Гранты Главы. Вообще, очень рекомендую заходить на портал Гранты Главы. Там много всегда секций, направлений. У нас есть там обучение. То есть, те, кто вообще не знает, как подавать заявки, как писать, там есть видеоролики, там есть тексты, и там есть в том числе от нашего министерства возможность СМИ-сопровождения. То есть, там есть форма, есть почта, куда вы можете написать и рассказать о своем проекте, который уже реализуется, реализовался. И мы, естественно, опубликуем на нашем министерстве. Можем по согласованию выйти также на наших коллег ВГТРК, НВК, которые также, если по их тематике подходят, могут включить этих людей в эфир. Вот. Ну и у нас, например, на НВК с прошлого года раз в неделю выходит блок на якутском языке, где грантопоучатель в течение 7 минут рассказывает о своем проекте. Поэтому такие возможности есть. Секундочку, перебью вас, у нас есть звонок от слушателя или зрителя. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это Нерингород, Нерингород, Кузьмин, Григорий Макаревич. У меня такое вот предложение. Ну, не первый раз, и не в некоторых местах я уже объявлял об этом. Вот второй выходной сентября в календаре ООН является днем памяти жертв фашизма. Я предлагаю, что в этот день, второй выходной сентября упомянуть жертв фашизма среди мирного населения. Это дополнительные вторые сентября, второй выходной сентября, вернее, это начало учебного дня, и школьники все будут задействованы. И это сыграет большую роль в патриотическом воспитании. Я так думаю, что это не будет лишним. Спасибо большое за ваше мнение. Послушаем мнение экспертов. Как вы считаете, это тоже какой-то проект? На самом деле памятные даты играют большую роль в увековечивании памяти. Мне кажется, у каждой семьи есть свои памятные даты. Есть, естественно, памятные даты, которые значимы для всего мира, для целой страны. И даты, которые связаны с фашизмом, они в том числе... Недавно у нас была памятная дата связана с освобождением блокадного Ленинграда. Недавно у нас была памятная дата Сталинградской битвы. Мы, естественно, все чтим эти памятные даты и понимаем, насколько они важны именно в воспитании подрастающего поколения, с чем абсолютно я согласен с нашим уважаемым моим слушателем. Единственный момент, тут, конечно, вопрос, делать ли это республиканской датой, или, если мы говорим про победу над фашизмом, все-таки, наверное, это надо как инициативу вводить на федеральный уровень. Тут, мне кажется, я бы призвал все-таки поучаствовать в нашем гражданском форуме и инициировать как раз через площадку Натальи Альбертовны, чтобы это вошло в итоговую резолюцию, как поручение нашим уважаемым депутатам. То есть, у них же есть неправильные механизмы выхода на Государственную Думу, чтобы это стало как раз уже федеральной датой, поэтому в данном случае, конечно, такие даты нужны, и мне кажется, эти даты, каждая из них это подвиг, подвиг людей, которые жили тогда, и если мы, как говорится, будем чтить, то, значит, частичка этой памяти будет вместе с нами, и это очень важно на самом деле. Поэтому здесь это больше не про проектное управление, это, наверное, больше все-таки про то, как это лучше реализовать. Поэтому, мне кажется, вот как раз площадка по патриотике в рамках Крышанского форума, я уверен, там будет ВКС подключение, если уважаемого слушателя не будет возможности приехать из города Нерингре, то там он сможет донести свое предложение. Я, естественно, об этом также донесу и всем спикерам площадки по патриотике, чтобы после обсуждения это все вошло в итоговую резолюцию. Также он может связаться с Натальей Альбертовной по озвученному телефону, еще раз, раз так всех заинтересовала эта тема патриотизма и такой отклик 8-914-224-6995 на Наталья Альбертовна Кашперская. Пожалуйста, у кого есть интересные герои для этого проекта, у кого есть какие-то такие мысли патриотические, пожалуйста, обсудите с человеком, который может помочь в этой теме. Я думаю, в принципе, да, можно. В принципе, я думаю, как гражданскую инициативу наш слушатель может сам проявить. Ну и, конечно же, привлекая общественные организации, он может об этом встречаться с детьми в школах, говорить об этом. А когда действительно это начнется, это уже потом может найти поддержку, вот как Андрей Александрович говорит, когда будет поставлен такой вопрос, конечно, поддержку может получить. Так что ждать, когда вот власти примут какое-то решение о том, чтобы учредить, установить, это достаточно продолжительное время. А как вот гражданская инициатива, как представитель гражданского общества, он с этой инициативой может выйти по месту жительства, в школах и так далее, с привлечением вот действительно ветеранов, тех, кого мы сегодня действительно считаем и участников свода, пригласить и вот все эти мероприятия самим проводить. Когда действительно детям будет интересно и общественность увидит, что это надо, тогда уже действительно легче будет продвинуть. Да, и может быть какой-то проект это и выльется. Какие еще темы актуальны на сегодня, на ваш взгляд, для вот проектов, на которые можно получить грант? Ну, на самом деле у нас, например, по грантам главы 16 направлений и внутри них более 100 тематик и все эти направления социально значимые. Есть, конечно, популярные, образование, культура, патриотика, там всегда очень большой конкурс, есть менее популярные, то есть не потому, что это менее социально значимое, просто это трудные направления, например, работа с людьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию, мы, кстати, на одном из ваших эфиров рассказывали про такие проекты, ресоциализация наркопотребителей, то есть эти проекты и эти направления, они, не каждый общественник возьмется за такое, как бы, вот, но при этом это тоже есть, это тоже значимо. Сейчас я бы, наверное, пользуюсь временем и случаем призвал к тому, чтобы наши участники, которые задумаются о написании проектов, позвонили, возможно, в наше министерство, на нашем сайте есть номер, или на портале гарантов главы посмотрели контакты ресурсных центров, у нас есть девять ресурсных центров, которые оказывают консультации по всей республике, и подавали не просто идеи, а уже проработанные проекты. Повторюсь, сейчас достаточно времени, все заявки уже доступны, конкурсы идут, чтобы посмотреть и уже потихоньку примериться, что бы вы хотели, куда бы вы хотели, как бы вы хотели. Потому что на самом деле, как абсолютно верно сказала Валентина Ивановна, что когда ты сам реализовываешь свой проект, когда ты видишь, как твой проект выпущается в жизнь, это огромное удовольствие. Спасибо вам огромное, как раз там могут узнать про помощь, которую Министерство молодежи оказывает. Спасибо вам большое за полезную информацию слушателям и зрителям. Спасибо за внимание.